всем привет спасибо что зашли на мой канал и смотрите это видео меня зовут аня и сегодня я покажу вам свои самые любимые винтажные находки августа это видео будет продолжение моей бесконечной саги о любви к секонд-хенд магазинам в америке и о своей любви к охоте за винтажные одежды здесь в америке поэтому я решила показать вам несколько вариантов создания образов с винтажной одеждой которые возможно вдохновлят вас на то чтобы пойти в свои местные секонд-хенд магазины и попробовать найти какие-нибудь уникальные винтажные вещи это платье мое любимое по многим параметрам мне нравится сочетание оттенков и цветочный принт его длина и то как она в целом на ней сидит еще мне нравится что несмотря на принт я могу сочетать это платье с очень многими вещами из своего гардероба например я заменила пояс на более плотный широкий винтажный ремень с контрастной пряжкой чтобы больше акцентировать линию талии с этим платьем я люблю носить красные вельветовые туфли и если они напомнили вам о дороте из волшебника изумрудного города то мы с вами на одной волне они не винтажные но купила я их секонд-хенде эти сережки ручной работы из кокоса я купила на местной ярмарке и по-моему они отлично подходят по оттенку к туфлям дополняю я этот образ винтажной сумкой и spirit которую нашу уже много лет следующий образ идеален для субботних бранчей с друзьями на открытой террасе под лучами из ныряющего солнца для воскресных походов на рынок за свежими овощами и фермерской клубникой или для вечерних прогулок по городу до любимого бара это платье из стопроцентного льна поэтому она супер легкая но и сменется достаточно быстро я обожаю этот пыльный оттенок розового он идеально выглядит на загорелой коже и достаточно нейтрален чтобы сочетаться с большей частью вещей в гардеробе коричневые замшевые тапочки я тоже нашла в секонд-хенде они от бренда карл лакерфельд и Субтитры подогнал «Симон» Это платье я купила в основном из-за материала, из которого оно сделано. Судя по отсутствию тегов и других этикеток, это платье было сшито вручную. Я обожаю этот цветочный принт, если вы еще не поняли, но после первой примерки поняла, что оно не совсем удачно на мне сидит, поэтому я уже запостила его на продажу. Этот пижамный комплект не совсем подходит для того, чтобы надевать его на улицу, но поверьте мне, он настолько удобный и красивый, что я борюсь с заплазмом надеть его на прогулку каждый день. Этот комплект винтажный от Vanity Fair. Он из шелка и настолько роскошный, что каждый раз, когда я его надеваю, я перевоплощаюсь в 40-летнюю женщину, которая живет одна в самом дорогом пригороде Чикаго, пьет шампанское из хрустальных бокалов по утрам, и суммы на ее банковских счетах всегда показывают шестизначные цифры. Если вы смотрели мое прошлое видео о секонд-хенд покупках, то вы уже видели это платье. Пару недель назад я купила винтажную джинсовку Levi's, и теперь не могу дождаться более прохладной погоды, чтобы ее носить. У меня всегда были проблемы с тем, чтобы найти подходящий фасон и длину джинсовки, но потом я поняла, что искать нужно было винтажные, потому что 30 лет назад одежду шили на реальных людей, а не на подиумных моделей. Джинсовка придает образу немного грубоватый вид, что мне очень нравится, и я дополняю его своими конверсами, которые я тоже нашла в секонд-хенде. А вот, кстати, пример того, как на мне сидят все новые джинсовки. Укороченный фасон при моем росте смотрится нелепо, но конкретно с этой джинсовкой я знала, что делать. Яркий красный я обычно сочетаю с темным низом, и обрезанную длину дополняю джинсами с высокой талией. Как ни странно, эта комбинация еще больше вытягивает ноги, и подходит для тусовок с друзьями на выходных. На этом все. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх для того, чтобы видеть еще больше видео о винтажной одежде в своей ленте. Ну и, конечно же, напишите мне в комментариях, какой из этих образов вам понравился больше всего, что вас вдохновило на то, чтобы повторить этот образ или, может быть, искать похожие вещи в своих секонд-хенд-магазинах. Я буду очень рада обратной связи, и увидимся на следующей неделе в новом видео. Пока!